Человек честно отработал, мы его поблагодарили, человек ушел в заслуженный отдых. Мы считаем, что все равно должно быть обновление кадров, и мы же хотим динамику получить, правильно? И мы должны сказать, что, конечно, придет время, когда ваш покорный слуга должен будет пойти отдыхать и все остальные, но сегодня нам необходимо иметь людей, которые должны дальше двигать наши изменения, нововведения. По какому принципу подбирали преемника? Все-таки выбор достаточно такой и необычный. Во-первых, Ефимов – это человек, который работал в органах прокуратуры, человек, который работал у нас в правительстве, в ГУРБ. И жилищная инспекция – это все-таки больше контрольный надзорный орган, который хоть осуществляет, лицензирует, но и осуществляет, и мониторен качество выполнения услуг. Мы сегодня видим, что у нас есть несколько проблем или проблемных аспектов с управляющими компаниями. Первое – это качество предоставления услуг, второе – это расценки за их услуги, и третье – это не всегда объективное администрирование средств, полученных от населения, и доведение их до поставщиков энергоносителей, теплоносителей. Поэтому наша задача сейчас, в том числе и создавая расчетный кассовый центр, который мы анонсировали, сейчас он уже работает, наш областной, общий, спрямить отношения, чтобы они должны быть максимально короткие, между гражданином, лицом, который платит деньги, и тепло- или ресурсоснабжающей организации. И все, кто стоят между, нам бы желательно, чтобы они вышли за периметр взаимоотношений. И нам очень важно, чтобы они получали ровно ту фиксированную оплату, которая, соответственно, с тарифом будет установлена, за выполнение услуг, но не администрировали весь денежный поток, который граждане должны перечислять ресурсоснабжающим организациям. Вот в этой связи жилищная инспекция, она является органом, который лицензирует и мониторит выполнение лицензионных соглашений, должна занять более активную позицию, и мы должны четко понимать, зачем у нас эти компании работают и соответствуют ли они поставленным требованиям.